Добрый день! Здравствуйте! Сегодня приготовим наш азербайджанский хлеб сютчуреи. Посмотрите, какой он пушистый, мягкий, а на вкус, чуть подслащённый, очень подходит на завтраки и на полтники. Детям можно дать с собой школу. Для того, чтобы приготовить, нам понадобится мука, сухие дрожжи, которые минут 5 растворялись в молоке, распущенное масло, яйца, щепотка соли и ванилина, 2 столовые ложки сахара были в молоке. Там, где подходили дрожжи. И плюс ещё 1 столовая ложка сахара. Хорошенечко месим тесто, а потом выкладываем на стол и минуты 2 ещё месим его на столе, добавляя по чуть-чуть муку. Как видите, тесто у нас чуть-чуть липкое, потому что там достаточно сахара. Сахар можно убавить и наоборот прибавить. Это зависит от того, какой вы хлеб хотите. Очень сладкий или же совсем не сладкий. Теперь оставляем на час. В течение часа наше тесто подошло вот такое. Раньше делали только на живых дрожжах и хлеб получался довольно-таки такой с приятным ароматом. С сухими дрожжами немножечко, конечно, другой аромат, но тоже сойдёт. Теперь выкладываем тесто на стол. Не бойтесь его разминать. Чем больше вы будете разминать это тесто, тем больше оно будет подходить. Теперь забираем с краёв и в середину. С краёв и в середину. Точно так же будем его месить до тех пор, пока тесто станет упругим. Теперь я разделю это тесто на четыре части. С этой пропорцией получится четыре хлеба. Можете сделать их большими или маленькими. Ну, у меня такие они средние, не очень большие и не маленькие. Сделаем вот такой шарик. Подкатаем его и чуть-чуть удлиним. Потом нажимаем руками и растягиваем тесто. Не бойтесь растягивать, нажимать, сминать. Тесто опять поднимется, не переживайте. Сделали вот такую толстую колбаску. Теперь растягиваем по краям. Насколько вы хотите, чтобы у вас был длинный хлеб или же круглый хлеб, смотрите сами. Выкладываем всё это на противень, в котором будете готовить. И смазываем сверху водой. Вода может быть с молоком смешана пополам. Или же просто как у меня, с шафраном. Я добавила сюда ещё чуть-чуть сиропа. Сиропа, то есть сахар и вода. Это для того, чтобы он сверху был более слаще. И оставляю на полчаса. Через полчаса мы будем выпекать. Можете придать какой-нибудь узор. Я сделаю самый простой. И оставлю это тесто. Перед тем, как будете выпекать, сверху опять же надо или обрызгать распылителем водичку, или же нанести кисточкой. Ставим тесто в предварительно разогретую духовку. 200, 190-200 градусов. Выпекаем 25-30 минут. Это зависит от того, какого размера у вас хлеб. Или, может быть, их несколько. Тогда время немножечко будет больше. Сверху посыпаю я сезамом. Всё. Кюнджутные семечки очень подходят этому хлебу. И, как видите, вот он такой почти коричневый получился. Вы не подумайте, что он подгорел. Семечки, видите, там беленькие. Это просто я намазала сладкой водичкой, чтобы детям было послаще. Внутри-то у него сахара очень мало. Вот и всё. Теперь дадим остыть. И я хочу вам пожелать не полениться. Спеките такой хлеб. Он вам очень пригодится. Понадобится дать детям в школу, если сделаете маленького размера. А не как булочки. Очень вкусные, приятные. Подать к чаю, на завтрак. Если понравилось, поделитесь этим видео. Расскажите знакомым. Пусть они тоже пекут. Посмотрят видео, если не умеют печь. А я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Дай Бог мира. И всё будет хорошо. А пока, пока-пока. Спасибо, что посмотрели видео. Субтитры сделал DimaTorzok